Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1837, тема «Жития». Были ли такие чудеса у святых, которые как бы и не нужны? И хотели ли бы вы таким даром обладать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Всегда нужно искать пользы ближнего. Дар – это уже не твои труды, за которые ты получишь награду. Только за труд с потом на лице будет награда. А что ты чудотворец или хороший оратор, и тебе это дается без труда, за это никакой награды не будет, потому что это все божие, а ты еще и славу от людей за это получил. Неплохо поймать Емели щуку и на печи ездить по проспекту. Мне нравится на малом пространстве размещать многое. Есть такие чудеса, которые к этому располагают. Но я пока без них обхожусь. Они мне могли бы и помешать. Полезут люди, будут себе просить. И тебе только глазами хлопать останется, а польза – нуль. Экклесиаст 5.10 Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? О Верке и память 22 октября. А приготовление его к путешествию состояло в следующем. Он взял немного хлеба и в один кожаный мех влил вино, масло, уксус и воду. И сделал так, чтобы эти жидкости не смешались между собою. Когда во время дороги ему нужно было вино, то текло из меха одно только вино. Когда ему требовался уксус, лился один уксус. Нужна ли ему вода? Текла она одна. Так, каждая жидкость вытекала в отдельности, несмотря на то, что все они были вместе в одном и том же мехе. Однажды ученик святого без благословения его хотел нацедить себе чашу вина. И вот потекли сразу все жидкости – и вино, и масло, и уксус, и вода. Так что невозможно было вкусить ему этой смеси. В ужасе он исповедал свой грех святому, просил у него прощения. И тогда, по благословению блаженного, каждая жидкость стала истекать снова отдельно. Ольга о памяти 11 июля. Не должно предавать умолчанию и следующее. Над гробницей блаженной Ольги церковности не было оконце. И если кто с твердой верой приходил к честным мощам, оконце само собой открывалось. И стоящий снаружи ясно видел через оконце, лежавшие внутри, честные чудотворные мощи. Причем особенно достойные видели и исходящее от них некое чудесное сияние. И из имеющих веру, кто бы ни был одержим каким-либо недугом, тотчас получал исцеление. Приходившим уже с маловерием оконце не открывалось, и он не мог видеть честных мощей. Даже если бы вошел в самую церковь, он видел только гроб и не мог получить исцеление. Редактор субтитров А.Семкин